Большое спасибо. Я очень рада быть здесь, очень рада выступать перед вами сегодня. Хочу поблагодарить организационный комитет Игоря за приглашение. Тема моего выступления – это радикальная трахелектомия. Как уже было сказано, я работаю в центре Андерсен в Техасе. Я буду говорить сначала об истории, о показаниях, о онкологических результатах. Хотелось бы поговорить о том, достаточно ли безопасно проводить подобного рода операции для беременных женщин. И хотелось бы, конечно, поговорить о том, как быть несколько менее радикальными. Мне хотелось бы поговорить о двух исследованиях. Одно уже завершилось – conservant shape. И есть еще исследования, которые происходят. Хотелось бы также попробовать ответить на некоторые другие вопросы, очень важные, затронутые другими выступающими. Действительно ли безопасно использование лапароскопических операций? И поговорим о результатах разных исследований. Это цервикальный рак, четвертый по распространенности рак среди женщин. 38 пациентов женщин диагностируются в возрасте до 45 лет. То есть это женщины, которые могут еще забеременеть. И, конечно, последние годы женщины беременеют в достаточно позднем возрасте. Поэтому надо помнить о том, что возникают различные способы лечения, которые замещают радикальную гетеркотистомию. Даниэль Даргент, 1994 год, начал работать так. Здесь очень интересные подходы, вы знаете, здесь у нас особый подход. И затем после этих первых публикаций появились другие публикации в 1997 году открытой радикальной трахеотомии, а также работы о использовании роботизированных приемов. И в 2010 году о лапароскопических хирургических вмешательствах. Таким образом, разные существуют подходы. И существуют специальные руководства, которые определяют выбор подхода. Конечно, радикальная гетеркотистомия – это стандартный подход. Но здесь есть другие варианты для B1 и B2 стадий. И есть другие также варианты и другие опции. Здесь они указаны. Это еще одно исследование, которое опубликовано Джейсоном Реттом. и говорит о тенденциях в использовании данных выживаемости для того, чтобы принимать решения по трахеотомии, которая сохраняет репродуктивную функцию. Что здесь показывается? Здесь представлены определенные тенденции. На протяжении лет до 2014 года вы видите тенденцию на рост. И эта тенденция – это когда мы говорим с вами о смертности. Мы здесь видим тоже, что здесь нет существенных различий с смертностью, когда мы сравниваем гетероктомию и трахеотомию. Я буду говорить об онкологических результатах. Это на самом деле очень интересный обзор, который подготовлен доктором Вентивегдой и его коллегами. Это систематический такой подход, основанный на работе с 3000 пациентов. Здесь вы видите, что на самом деле мы будем с вами говорить о радикальной трахеотомии. Но и о других приемах также. Как вы видите, здесь у нас несколько пациентов, которые включены в обзор. Здесь видите таблицы, которые сравнивают радикальную трахеотомию с другими подходами. Здесь на более 1000 пациентах. Здесь лапароскопия – 200 пациентов. Обработик – это 100 пациентов примерно. Вегинальная радикальная трахеотомия и онкологические результаты. Этому посвящено исследование и обзор. Мы видим с вами уровень здесь рецидива в 4% составляет примерно, 58 на 1364. Конечно, опять же, у нас размер по опухоли 2 см, поэтому мы сравниваем эти результаты с результатами по опухолям большего размера, до 7 см. И здесь мы с вами видим совершенно другие результаты. Здесь видим интересные результаты. Видите, да, здесь у нас размер опухоли указан 2 см. И это противопоказания. Абдоминальная радикальная трахеотомия, которая показана для тех пациентов, у которых неблагоприятные факторы присутствуют. Я хотела бы сейчас поговорить об открытой радикальной трахеотомии. Здесь есть целый ряд вопросов, которые появляются в литературе и описаны. Хорошо, конечно, хорошо ли сохранить маточную артерию или каким образом ее обезопасить. Конечно, у нас есть проблема в том, что операция становится более длительной. Здесь, кроме того, есть и проблемы со сроком выживаемости. И за последние 5 лет появились новые публикации, которые посвящены открытой радикальной трахеотомии. Могут возникнуть серьезные осложнения, например, абсцессы и другие инфекции. И еще один момент, который упоминается в литературе, это тоже осложнения, которые связаны с эрозией дополнительной. И об этом тоже пишут. Это более распространено, чем при вагинальном подходе. Что касается онкологических результатов, при открытой радикальной трахеотомии частотность рецидиров составила 5%, смертность 1,36%. Перед нами данные крупного, проспективного исследования, которые проводил доктор Ли и коллеги. С участием свыше 300 пациентов частота рецидиров составила 3,3%. Было обнаружено различие для пациентов с плоскоклеточной карциномой и аденокарциномой. Особенно среди пациенток с размером опухоли свыше 2 см. Данные по лабороскопической трахеолектомии более новые. Они относятся к 2002 году. Нет, 2002 пациента. Что касается онкологических исходов, надо сказать, что период наблюдения составил менее чем 24 месяца. Частотность рецидиров была на 17% выше, чем для пациентов, которых оперировали вагинальным доступом. Опять-таки, новые данные за 2008 год. 20% пациенток имели положительный край резекции при стадии 1-й Б1. Период наблюдения только для одной группы пациентов составил 34 месяца. Эти данные предполагают, что роботизированная лабороскопическая радикальная трахеолектомия в настоящий момент находится в периоде развития. И еще одно исследование, в которых сопоставлялись исходы по фертильности и беременности для пациенток с онкологическими вмешательствами. Данные систематического обзора, проведенного в период систематического обзора данных за 1987 и 2016 годы, попадали в группу исследования пациентки с радикальной трахеолектомией, которая проводилась мини-инвазивным аллопаротомическим доступом. И процедуры Даржана свыше 1300 пациенток. И сопоставлялись данные по беременности, по преждевременным родам и срочным родам. И таким образом, среди пациенток, процент беременных составил 44 для пациенток, решивших вмешательство открытым доступом, и 65 для пациенток с мини-инвазивным вмешательством. Таким образом, если мы запоставим результаты с использованием неодювентной терапии, этот уровень значимо выше. Обратите внимание, очень низкий процент преждевременных родов в данной группе пациенток. В этом исследовании утверждается, что сохранение маточной артерии не имеет никакого значимого воздействия на возникновение беременности, на развитие беременности. Не было никакого воздействия со стороны церквляжа на цервикальный стеноз. И, кроме того, наличие маточного церквляжа не оказывало никакого воздействия на последующую беременность и срочные роды. Данное исследование Андерсона, аномальные результаты ПАП-Москва, зафиксировано 59% пациенток. И после радикальной трехелектомии этот уровень является довольно высоким. Однако ни одна из пациенток, ни у одной из этих пациенток не возникало случаев, не возникало рецидива. Таким образом, аномальные показания ПАП-Москва, ПАП-Николау, это вполне ожидаемое явление, но явление, не имеющее клинической значимости. И еще один вопрос. Пациентки с беременностью и трехелектомия у таких пациенток – это довольно редкий случай, однако встречаемость, частотность таких вмешательств все-таки увеличивается постепенно в последние годы. Рак шейки матки является относительно редким при беременности. И проведено исследование доктором Лазлу Унгером в 2006 году у пяти таких случаев, и после этого было опубликовано исследование о 28 пациентках с таким диагнозом. Это обзорная публикация доктора Радалакиса, где запоставлялись пациентки, которым проводилась операция открытым доступом, лапароскопическим доступом. Что касается акушерских исходов, в данной группе пациенток зафиксированы пять случаев выгодыше, 14 преждевременных родов и один случай смерти плода, внутриутробной гибели плода. В рекомендациях, разработанных доктором Фредерико Моментом, на основе данных консенсусного совещания, говорится, что данный вид операции связан со значительной кровопотери, большое время операции, акушерские исходы довольно плохие, поэтому мы не можем рекомендовать радикальную трехелектомию в период беременности. В 2018 году мы опубликовали исследование с участием пациенток, беременных пациенток, которым была выполнена простая трехелектомия, всего таких случаев было девять, зафиксировано девять. И нашим пациенткам выполнялась трехелектомия открытым доступом, лапароскопически, роботизированное вмешательство проводилось, медиальный период наблюдения 75 месяцев. И у пациенток нет никаких признаков прогрессирования заболевания. Является ли мини-инвазивная хирургия, мини-инвазивная трехелектомия безопасной? И опять-таки разрешите вас адресовать к данным, национальной базе данных по онкологическим заболеваниям. Исследования по проведению трехелектомии женщинам репродуктивного возраста 2010-2015 годы, стадии 1А2 и 1Б. У одной трети пациенток размер опухоли составил больше 2 см. И примерно в 2011 году мини-инвазивная трехелектомия стала преобладающим методом при исследуемом диагнозе. И необходимо сказать, что данные по смертности не отличались как-то поразительно между лапароскопией и лапаротомией. Однако, что совершенно предсказуемо, размер нашей выборки не дает нам достаточной статистической мощности для того, чтобы сделать вывод о том, что наше наблюдение является клинически значимым. И всего лишь небольшой пример. Если вы хотите, чтобы мощность вашего исследования составила 80%, это означает, что вам необходимо получить выборку из 39 тысяч пациенток при тех данных, которые получили мы. Сформировать такую большую выборку у нас не было, конечно, никаких возможностей. И таким образом, несмотря на то, что различия по выживаемости среди исследуемых групп пациенток не выявлено, данный вопрос требует своего дальнейшего изучения. И мне хотелось бы отметить, что в настоящий момент мы с коллегами, в том числе с доктором Рамиресом, занимаемся разработкой нового исследования. Это многоцентровые, международные, ретроспективные исследования, основной целью которого является сравнение показателей безрецидивной выживаемости у пациенток с стадиями 1.1а, 1.b.1 опухолями менее 2 сантиметров, 2 и меньше, у которых выполняется трахелектомия роботизированным методом, минимально инвазивным методом или лаборатомические критерии включения. Это время постановки диагноза или время, скажем так, время осуществления вмешательства январь 2005-го, декабрь 2017-го года, наличие кортирования контрольных лимфатических условий, или отсутствия такового, плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома, аденоскломозная карцинома, стадия 1.2.1.b.1. И каждый из центров участников должен был представить информацию по 15 пациенткам. И на настоящий момент в исследовании задействовано 21 центр, участвует 21 центр, расположенный в 13 странах. Всего анализу подлежит 715 клинических случаев. И, как вы видите, география у нас довольно широкая. И Россия также участвует в нашем исследовании. Профессор Берлев и профессор Ульрих являются представителями российского и казахского регионов в этом исследовании. Мы планируем опубликовать данные исследования. И последний вопрос, который... Еще один вопрос, который хотелось бы задать, это допустимо ли нерадикальная трахелектомия. Исследование консерв с участием пациенток с опухолью размером 2 см и менее сопоставляло результаты конизации или простой гиперэстомии. И это исследование уже завершено. И еще одно исследование, исследование шеи, прандомизированное. В этом исследовании сопоставляются данные по гистерэстомии и исечению лимфоузлов малого таза по сравнению с простой гистерэстомией и исечением лимфатических узлов. В этом исследовании, в исследовании шеи, принимает участие 700 пациенток с радикальной гиперэстомией и простой гиперэстомией, гистерэктомией, простите, пожалуйста, с картинованием сигнальных лимфатических узлов. Что касается пациенток с опухолями размером свыше 2 см, очень интересное исследование ФИГО, опубликованное в Международном журнале гинекологического рака. И доктор Амант также является участником исследовательской группы. Это мультицентровое, перспективное исследование фазы 2. И входят туда пациентки с патологией стати 1b2, опухоли, размером 24 года в менопаузальном периоде, то есть в возрасте 40 лет и менее. Пациентки получают три цикла платиновой терапии препаратами платины, паклитоксил. Им проводится МРТ органов малого таза. И при наличии положительной реакции, положительного ответа пациенткам проводилась простая трехелектомия и локонизация. В противном случае выполнялась ритикальная гиперэстомия или химооблучение, химиорадиационная терапия, объем выборки 90 пациентов. Какие можно сделать выводы? Необходимо очень тщательно подходить к селекции, к выбору пациентов для того, чтобы избежать положительного края резекции и исключить возможность адювентной терапии. Сохранение маточной антерии не имеет воздействия, никак не влияет на уровень фертильности. Радикальная трехелектомия не рекомендуется беременным пациенткам. И многим пациенткам выполнялась конизация, радикальная трехелектомия. И еще один интересный вопрос. Можем ли мы избежать радикализации операции, исследования консерв и ШИП и Кантесса рассматривают этот вопрос. И, наконец, касательно безопасности минимально инвазивной операции, минимально инвазивного вмешательства, необходимо будет дождаться результатов исследования ИРТ, о котором я уже говорила. И вы приглашаетесь к участию в этом исследовании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...